Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у нас очень и очень жарко. Сегодня мы посмотрим на витрины. Скоро начнутся распродажи, но тем не менее, витрины до сих пор интересные. Можно судить о тенденциях, о том, что предлагают нам здесь носить. Будет немного стрит-стайла. Утомленные жарой стрит-стайлеры, по их походке видно, что им очень-очень жарко. Сегодня я вот так одета, и могу сказать, что когда я уже возвращалась домой, я вышла из машины. Юбка у меня, точнее, это платье, платье-комбинация, платье-слип-дресс, так называемый, было абсолютно мокрое. Несмотря на то, что я всегда боюсь подобных ситуаций, мне кажется, как любая модница, надеваю в данном случае под юбник, но тем не менее, очень жарко, садишься в раскаленную машину. Посмотрите, это уже осенне-зимняя коллекция, и нам предлагают кружево. И кружево, вы знаете, по всей видимости, возвращается. Его было очень много в виде маленьких кружевных платьев в этом году, в летнем, именно в летнем ассортименте. И, по всей видимости, кружево кочует также и в осенне-зимний период. А вот витрина Марина Ринальди. Посмотрите, поясная сумка, про которую я говорила в прямом эфире, вот такой ненавязчивый треугольник, когда сумка свисает, создает нам иллюзию большей стройности. Но здесь, посмотрите, умело применен еще и шарф. То есть выстраивается дополнительная вертикальная полоса, как будто бы отрезает, отсекает нам наши бока. При помощи шарфа очень интересный способ. Итальянки очень любят шарфы. Я думаю, что многие, кто просматривает видео регулярно, научились носить шарф и полюбили его. И вот еще один наглядный пример, о котором речь шла в эфире. Это стройнит каждую из нас, когда имеется верхний слой одежды. Но я говорила о том, что верхний слой одежды должен быть помимо того, что контрастным относительно нижнего. А нижний слой должен быть непрерываем. То есть это не может быть, как в данном случае, белые брюки и черная футболка. Это смотрится красиво. Но если говорить о том, что бы нас могло стройнить, необходимо помнить, что именно однотонная база плюс сверху контрастное что-то и вот эта знаменитая вертикальная полоса, о которой многие говорят. Именно в таком случае комплект и ансамбль, который мы надеваем, будет нас стройнить. Я всегда говорю, что для того, чтобы летом классно выглядеть, так же себя ощущать, нам необходимо яркого цвета платья. На второе место я ставлю белое платье Макси Длины. Белое платье Макси Длины я ставлю на первое место, если мы его приобретаем, как гардероб для путешествий. Посмотрите, какая наглядная витрина. Мне кажется, здесь очень хорошо видно, что платье яркого цвета в первую очередь обращает на себя внимание. Платье в принт красиво, но обращает на себя внимание меньше, чем платье белое в Макси Длине. При этом интересно, что все платья однотипны, у них похожий фасон, но очевидно, на какое платье первым мы обращаем внимание. Следующая витрина очень итальянская. И вот такой городской лук, посмотрите, трикотаж полупрозрачный, как я мерила в лакшери хаус. Это образ, рассчитанный на городскую жару, как бы странно это ни казалось. Это, безусловно, хлопок, либо вискоза. Очень легкий трикотаж, полупрозрачный, не облегающий, заправленный, конечно же, в белые брюки. Средняя посадка брюки прямого кроя могли бы быть палацу. Посмотрите, как много украшений, которые нам предлагаются носить на шею. Яркая, желтого цвета сумка, аксессуар. И посмотрите снова этот прием стройности. Вот такая мини-бэк, закрепленная, как поясная сумка. Очень красивые образы по-итальянски. По-итальянски вкусные и красивые. Это, кстати, тоже витрина магазина Павинт. Сегодня в этой подборке снова будут витрины магазина Павинт. Посмотрите, как по-разному из одного и того же ассортимента можно составить комплекты. Я очень люблю шляпы. Кто смотрел мой канал примерно с 3000 подписчиков, помнит, что я практически все время была в шляпах. Очень многие шляпы уже не дожили до сегодняшнего дня, потому что шляпы я настолько люблю и часто надеваю, что они просто-напросто снашиваются. Хотя в последнее время в шляпах вы меня можете видеть достаточно редко. И ближайший эфир будет снова посвящен шляпам. Украшение массивное, яркое, длинное. Это очень по-итальянски. Сегодня я была в магазине, я выбирала себе на самом деле кавильера, это называется на итальянском, браслет на ногу. Я очень люблю браслеты на ногу. И сегодня я примерила также вот такие крупные украшения. Посмотрите, несмотря на то, что на мне такая самостоятельная кружевная блуза, плюс она достаточно длинная, ее много. Даже украшения здесь не смотрелось бы лишним. Это тоже очень по-итальянски. Единственное, что я бы в данном случае браслеты убрала. Я же выбирала себе браслет на лодыжку, наверное, так можно сказать. Обязательно запишу видео, потому что я посетила несколько магазинов. В итоге себе выбрала, на очередь была на кассу, в 15 человек я положила и пошла. Расскажу вам, какие мне нравятся, почему я считаю, что их можно наносить и нужно наносить в любом возрасте, именно летом. Но расскажу вам об этом в другом видео. Итак, сарафан. Я люблю, когда сарафан имеют вот такие широкие лямки, потому что, вы знаете, я вообще люблю, когда мы в городе не очень открыты, не очень декольтированы. Мне кажется, это красиво. И вот широкие лямки на сарафане – это очень хороший способ прикрыть плечи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот они, витрины магазина Повин. Комплекты из этого же магазина, только он находится в другом месте, тоже впадая на другом месте. Мы с вами видели в начале видео, посмотрите. В этом магазине Микела меня переодевала. Я думаю, что многие до сих пор помнят эту примерку, она была очень яркой. И вот Микела оформляет витрины. Эти витрины очень отличаются от всех витрин магазина Повин, допустим, в Вероне. Допустим, в Веченце также есть магазин. И в той же самой Падуе есть еще несколько магазинов. Потому что у Микела вот свое видение того, как можно одеваться. И на самом деле, когда попадаешь внутрь магазина, ты даже удивляешься, как подобный комплект, который ты видишь на витрине, можно вот из того, что представлено. А представлено все достаточно спокойное, классическое, что всегда купится, что очень любят итальянки. Итальянки очень стабильны в своем выборе. Они из года в год носят практически одно и то же. И даже если покупают новые вещи, то, как правило, не рискуют и не экспериментируют ни с фасоном, ни с цветом. Витрины магазина Max Mara Weekend. Признаться, мне показалось, что это уже осень. Потому что подобной расцветки я не видела в лете. Но я могу ошибаться. В любом случае, вот такой брючный костюм. Брюки плюс блуза из той же самой ткани смотрятся всегда очень эффектно. Вы знаете, на витринах кажется, что это даже некий рабочий костюм. А вот на людях подобные вещи, комплекты смотрятся очень эффектно. Я на них обращала внимание как раз-таки в прошлом году. Потому что сама стала замечать, что брюки плюс блуза из одной и той же принтовой ткани смотрятся очень эффектно. Льняной костюм. Костюмов брючных стало много. Их можно выбрать. Льняной брючный костюм для меня палочка-выручалочка в жару. И вообще брючный костюм это здорово. Для тех, кто работает, я думаю, должен соблюдать трескот. Тоже брючный костюм. Это то, на что можно обратить внимание. И что сейчас можно выбрать и в плане цвета, и в плане цены, и в плане ткани, и фасона. Все это представлено достаточно широко. Максмара, конечно, знаменита своими платьями. Платье здесь тоже можно выбрать на любой вкус. Если раньше я считала, что Максмара это марка, куда можно обратиться за выбором пальто, потом я сказала, что Максмара стала также маркой, куда можно обратиться за выбором тренча. Тренчи представлены самые разные. То совершенно точно сейчас Максмара это также марка, куда можно обратиться за выбором своего идеального летнего платья. Это уже витрины другого магазина. И мне тоже показалось, что это уже осенняя коллекция. Но сегодня витрины можно было снимать, но магазины, большинство из них, были закрыты. Поэтому уточнить я не смогла. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, теплого, комфортного лета. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»